Насильник под прикрытием таксиста. Еще один случай зафиксирован в Татарстане, на этот раз в Набежных Челнах. Девушка возвращалась из клуба и заснула в машине. А вот проснулась от попытки изнасилования. Ей удалось сбежать от водителя. Сейчас проводится доследственная проверка. Еще раз подчеркну, что факты надругательства над пассажирками такси в республике не единичны. В Нижнекамске группа молодых людей вывозила девушек за город и насиловали их. В Казани водитель убил пассажирку и забрал ее личные вещи. Что их толкает на преступление? Почему фигурантами таких дел все чаще становятся таксисты? Наш корреспондент Эльмира Заляева провела собственное расследование. Это кадры задержания одного из таксистов в Казани. Мужчина едва успел выйти на свободу после очередного срока, как снова попал на скамью подсудимых. В четвертый раз за изнасилование. На этот раз жертвой стала его пассажирка. Как выяснилось позже, пострадавших было гораздо больше. А это уже оперативная съемка задержания другого таксиста. В этом случае орудовала целая группа насильников. Они увозили жертв в гаражи, а после выкидывали их в пригороде Нижнекамска. Именно работа одного из преступников в службе такси помогла полицейским раскрыть преступление. Тем более, что к октябрю 2013 подобные уже были на слуху. Только что задержали насильника, пропавшей Ольге Шамышевой. Утром 29 сентября она села в машину такси и найти ее удалось лишь спустя несколько дней поисков. Таксист-насильник оказался еще и вором. Он воспользовался банковскими картами погибшей. В апреле от действий таксиста пострадала еще одна девушка Анна Юдина. Ее искали всем городом, но нашли лишь через месяц и в коллекторе. И последним ее видел таксист. Сейчас предполагаемого убийцу Ольги Шамышевой проверяют на причастность к убийству Анны Юдины. Все преступления развиваются по одному сценарию и везде одни фигуранты. Водители такси меняются лишь лица и имена. Почему в сводках все чаще мелькают именно такие преступления, пытается объяснить психолог Анжела Ахмадулина. Ты попадаешь под влияние другого человека полностью. То есть ты полностью на какое-то время, образно говоря, доверяешь свою жизнь, доверяешь себя, физическое тело, свою физическую безопасность. И у каждого человека есть потребность в этой безопасности. И другой человек, если мы говорим про такси, если он не реализован, то понятно, что он начинает отыгрываться. То есть он чувствует свою некую власть над человеком. Конечно, есть и ряд социальных факторов. Водитель такси – одна из немногих профессий, которая не требует специального обучения. И требований к соискателям этой работы предъявляет немного. Почти все, кого задержали по подозрению в изнасиловании – бывшие заключенные. А, к примеру, в Казани из всех служб города наличие судимости у своих сотрудников проверяют лишь три таксомоторные компании. Для остальных, кто будет перевозить пассажиров, не имеет значения. Чтобы доказать, что доводы неголословные, проводим эксперимент. Пытаемся устроиться на работу в любую таксомоторную фирму. Хотел бы устроиться к вам на работу. Хорошо, старший вождение у вас какой? Три года. Хорошо, нужен телефон, андроид обязательно. Угу, понятно. А еще что? Ну все, надо подъехать, будет в офис. Только, знаете, есть одно обстоятельство такое. У меня условная судимость – это как-то отразится, чтобы мне время зря не тратить. Ну нет, если вы с вашей машиной приходите, нам, в принципе, без разницы. Как видно, никаких особых требований нет. Единственный, кто дает разрешение на перевозку пассажиров – Министерство транспорта. А сегодня они отказываются от официальных комментариев. Но по телефону разъясняют. Лицензии получают те, у кого машина в нужной цветовой раскраске и с шашечками. Биография водителя значения не имеет. К августу 2013-го таких разрешений выдали почти 10 тысяч. Кто из них стал преступником, такой статистики, конечно, никто не ведет. На самом деле проблема актуальна не только для Татарстана. Достаточно набрать в любом поисковике два слова «таксист-насильник». И новости появляются из любых уголков России. Например, вот это из Петербурга, Волгограда, Московской области и Екатеринбурга. Этот список еще можно продолжить. Но ни в одной из новостей не найдется информация о том, что таксомоторные предприятия понесли ответственность за своих клиентов. Причина и в том, что большинство выступают просто диспетчерскими службами. Только помогают клиенту и таксисту связаться. Значит, ответственность за выбор перевозчика ложится только на плечи клиента. И как здесь сделать правильный выбор, чтобы поездка не стала последней, подскажет только интуиция. Эльмира Заляева, Ферузу Насырова, Ленар Хабибуллин, Алексей Захватов, Вести, Татарстан.